Моя фамилия Мельникова, зовут Елена Николаевна. Я президент научного фонда интеллекта и выживания, доктор экономических наук. Моя область профессиональной деятельности — это прогнозирование, системный анализ, интеллект и интеллектуальная собственность. Всю свою жизнь я посвятила этим проблемам, и сейчас сама себя могу назвать системным аналитиком, объектом изучения которой является такой феномен, который потихоньку приобретает все больше и больше значения, внимание, феномен интеллекта, то есть способности человеческих мозгов, объединений создавать нечто полезное, нужное из пустоты, из ничего, казалось бы. Вот это та самая креативность человеческой популяции, которая как раз и движет миром в течение последних 200-250 лет. Такой ситуации, которая возникла во второй половине XX века, и сейчас мы перешли в XXI век, еще на земном шаре не было. В чем феномен? Феномен как раз заключается в том, что человечество сейчас научилось все силы природы посредством своего, ну, это называется в науке технологоса, то есть научно-технического прогресса, поставить себе на службу. Но этого мало. Вот мало кто замечает, что все достижения человечества, все, во все эпохи, во все века, только научились сталь выплавлять тут же, стрелы тут же, пики тут же, сабли. То есть все достижения человечества почему-то в первую очередь направлены на уничтожение себе подобных. Возникает вопрос, а что это за цивилизация такая, в которой все достижения направлены на уничтожение себе подобных? Что это за цивилизация каннибалов, адельфофагов внутри видовых убийств? Что это за цивилизация такая? Ну, раньше это не было так особо сильно заметно. Потому что люди рождались, были эпидемии, войны, но все как-то оно шло своим, так сказать, путем. За 20 век человечество увеличилось в 7 раз и достигло 7 миллиардов человек, которые живут на Земле. Хотя еще возникает вопрос, а кто их и как считал? Куда направлен научно-технический прогресс? Куда направлены все усилия человеческой цивилизации? Возникает вопрос, куда это все направлено? Мы сейчас имеем интернет, мы имеем связь планетную. Человечество вышло в космос, запустило спутники, люди в космосе, уже осваиваем, ну, не то что осваиваем, уже инструменты, которые сделаны человеком, они уже бороздят. Ну, не бороздят, наверное, уже находятся на Марсе, на Луне. Сейчас еще одна новость возникла. Оказывается уже, человечество желает вывести оружие в космос. Ему мало здесь места. Ему нужно не только освоить или получить природные ресурсы с Луной, и там, допустим, много, по-моему, Селена, что-то еще, я не самый большой геолог. То есть основная мысль такая, завоевать, освоить, добыть и доставить на Землю в каких-то своих интересах. Возникает вопрос, а что, на Земле мало места? Или что, Земля такая уж совсем плохая? Или возникает вопрос, опять же, когда говорят, нужно освоить Марс. А у меня вопрос, а зачем вам осваивать Марс? Что вы там забыли? Или Луну? То есть видна абсолютно однозначная, очень неприятная тенденция сейчас, в частности, вывода оружия в космос. Как только будет выведено оружие в космос, возникнет принципиально новая ситуация. Принципиальная. Почему? Мало того, что там можно разместить бомбу, там ядерное оружие, скинуть на любой город. На любой. Москву, Нью-Йорк, ну, выбирайте сами. Потому что на стационарных орбитах спутник висит постоянно, и тихенько, и ровненько там, значит, висит и пальчиком угрожает. Не делай так, а делай так, иначе я сейчас на тебя скину. Ну, это как бы проект. Но самое неприятное в этом выводе оружия в космос, и вообще в освоении космоса, заключается, между прочим, в другом. В том, что уже с середины XX века на территории России были выполнены работы, в результате которых было зарегистрировано открытие. Открытие, которое показало, что мало того, что по Вернадскому есть биосфера, то есть это живая оболочка планеты, есть живое вещество, которое отличается от костного вещества. Ну, мы с вами тоже живое вещество. Ну, мало того, открыты еще полевые формы жизни, без которых не может существовать ни одно живое существо. Долго я это рассказывать не буду, скажу просто одно. Полевые формы жизни — это базовые энергии, на основе которых может быть осуществлено инструментальное вхождение в сознание. Инструментальное не в смысле вам голову скальпелем порежет, туда что-то засунут. Нет, не в этом дело. То есть может за счет энергии, за счет вот этого полевого субстракта быть изменено сознание человека. И вот тогда вот спутник, который раньше мы боялись висит и несет в себе атомную бомбу, которая здесь нам все порушит, теперь этот спутник может быть оборудован конструкцией, которая посылает на определенную территорию. Если это стационарный спутник, то это 300 километров обзора. И на этой территории все живые существа с мозгами, которые соображают кое-чего, они могут быть выведены совершенно в другую форму жизни. Ну, допустим, будет запитано туда, допустим, погружение в литургический сон. Не надо никого убивать. Чего убивать? Кровь, чтоб текла. Или дебилами все станут. Или не будут понимать, что дважды два-четыре. Или не будут понимать, что Земля круглая, а не плоская. Кстати, сейчас очень много людей тоже этого не понимает, что Земля круглая и то, что Земля вращается вокруг Солнца. Вот это открытие, которое было сделано на территории России в 1972 году академиком Казначеевым, это вот как бы сдвиг, переход. Это вот примерно то же, когда люди стали, открыли, что оказывается не Солнце вокруг Земли крутится, а Земля вокруг Солнца. Вот это примерно такого же класса открытие. Если вы думаете, что все об этом знают, и все понимают, что это такое, вы глубоко заблуждаетесь. Это знает очень малое количество людей. Почему? Потому что это и есть то самое, что за счет энергетических, информационных систем совершенно элементарно можно менять сознание человека. А что это значит? Это значит, можно менять поведение. Захотите, будете 10 детей рожать. А захотит кто-то, захочет кто-то, и вообще ни одного ребенка. И будете ходить, только по телевизору смотреть, в Айпеде играть и так далее. Вот этот вывод, оружие в космос, это первый шаг. Причем мы понимаем, оружие – это то, что взрывается. Настаиваю на том, что оружие – это не только то, что взрывается, а это то, что воздействует. И я думаю, что вы со мной согласитесь. Если брать живую планету Земля, которая находится в бесконечном и живом космическом пространстве, то возникла в последнее время какая-то очень странная позиция, что якобы нам угрожают инопланетяне. Вот они сюда понапускали своих НЛО, что они тут, значит, придут. Мы же не можем думать ни о ком в бескрайнем космосе, что они, ну, благонастроенные. Нет. Все такие же, как мы. Все хотят убить, все хотят крови, все хотят голову поотрывать, все хотят пространства. И никто не задумывается над тем, а так ли это на самом деле. А еще очень любят ссылаться и устраивать защиту от инопланетян. Вот инопланетяне это самые главные враги нашей человеческой цивилизации. Какие же они враги, если их вообще-то никто еще не видел? Не кажется ли вам, что это что-то такое из серии воздействия на сознание, чтобы создать еще одну зону опасности, против которой надо бороться? А что значит надо бороться? Бороться, это значит, в первую очередь, вкладывать деньги. И что характерно? Большие. И не большие, а очень большие. Это первое. Второе. Никто не отменял глобализм. Еще никто не сказал, что на Земле нужно, чтобы жили 10 миллиардов. А почему, интересно, вы хотите ли там кто-то хочет один миллиард? А вы не считаете, что энергия человеческих мозгов и умов это тоже ресурс, без которого планета жить в современном мире не сможет? Ну, понимая, под планетой, это человечество, которое на ней живет. Так вот, когда сейчас придумали новую страшилку в виде инопланетян, то у меня возникает вопрос. А вы на самом деле считаете, что инопланетяне это сущности типа людей с руками, с ногами, с какими-то косыми глазами, как их рисуют? А может ли это быть какая-то полевая форма, более разумная? А если мысли с категориями энергии, то Солнце вроде тоже живое, то есть на нем тоже может быть жизнь. Скорее всего, мы сейчас такие же дремучие, как и те люди, которые считали, что Земля плоская. Наверное. И поэтому мы даже не можем себе представить, что может существовать другой мир. Римский клуб в докладе по случаю 50 его лет существования написал доклад, в котором было сказано «Старый мир обречен». Подумайте, формулировка. Старый мир обречен. Новый мир неизбежен. Возникает вопрос. Что это за новый мир? Что? Что это такое? Здесь у нас слоны будут по дорогам ходить. Что? Что хотят вот эти якобы самые умные люди, которых сейчас называют элитой? Что они? Что они себе предполагают? И какова участь остальных? Что это такое? Не для этого ли выводится оружие в космос? Не для этого ли делаются всякие вот эти, как бы сказать, супергуманистические проекты? Повесить сто спутников, тысячу спутников, чтобы сделать интернет, быстрый, доступный каждому жителю Земли. А у меня еще есть вопрос. А всем ли людям, включая меня, вот этот скоростной интернет, нужен? Вы понимаете, что сейчас мы живем совершенно в мощнейшем энергетических потоках, которые создают линии электропередач, заводы, фабрики, машины и так далее. Ведь если посмотреть на Москву, там Кады, это же торсион, это волчок, которым крутится что? Тонны металла, в них сидит живое вещество в виде человека сознательной, и все это крутится вверх. Создает ли она какую-то энергетику? Наверное, это создают. Кто-нибудь это изучает? Нет. Отсюда возникает вопрос. Что же такое вот это непознанное? Почему мы считаем, что мы все познали? Почему мы считаем, что мы можем всем этим управлять? Почему мы считаем, что мы как бы не то, что главное на Земле, о том, что мы можем менять этот мир? Наверное, человечество может менять этот мир. Оно его и меняет. Но нужно, опять же, вернуться к вопросу, как оно его меняет? И что из этого получится? И могут ли силы космоса разумного, так как мы живем на живой планете, в таком живом же космосе, могут ли они каким-то образом всю эту вакханалию, смертоубийство? Ведь вообще оружие это смерть. Оружие в мешочем землю не копают. Оружие – это смерть. Это то, что несет смерть и разрушение. И что, вы думаете, так может продолжаться до бесконечности? Вот вам сейчас коронавирус, ковид-19. Вот это первое предупреждение. Отколовшийся этот ледник Антарктиды величиной с площадь славного города Санкт-Петербурга тоже вопрос. Остановленный Гольфстрим? А кто его остановил? Люди его остановили. А что вам в ответ сделает, так сказать, разумные силы космоса? Я не знаю. И никто этого не знает, и никто не хочет этим заниматься. Все говорят, дай больше денег, дай больше денег, давай половину, не половину, сколько там получается, больше половины людей уничтожим, и будет всем хорошо. не будет хорошо. Поэтому нужно думать не об оружии в космосе, а нужно думать о том, как изучать тонкий мир, как изучать полевые формы жизни, как изучать новые виды энергии. Вот тогда и будет изменен мир, когда будут открыты новые формы энергии. Вот тогда мир изменится без всяких инопланетян и без всяких НЛО. Продолжение следует...